Дмитрий Александрович, Хосе Каррес назвал Кабалье королевой, как бы назвали её вы? Я согласен с Хосе Карресом, потому что её авторитет был неприкасаем. У неё не было коллег, которые могли сказать, что им что-то там не нравится, они что-то не принимают. Она была абсолютная, вот говорят, прима абсолюта, да, вот она абсолютная певица, когда все абсолютно признавали её величие. Наверное, это и есть королева. При этом вы видели, как у неё горели глаза, просто сверкали, когда они с Меркури исполняли эту песню? Да, ну это вообще потрясающее её было такое событие, когда она вышла на сцену совершенно в другом жанре, да ещё с Фредди Меркьюри, который занимался совсем другой музыкой. И я даже знаю, как Рената Скотта как-то мне сказала, что она не признаёт это, что как же вот Кабалье вот с таких высот перешла в такой вид искусства и выступила с таким певцом. Но я думаю, что этим самым она вовлекла невероятное количество новых зрителей в оперный театр. Потому что, во-первых, этот номер совершенно уникальный, чисто даже режиссёрски сделан. Потому что вот этот дьявол и ангел, это придумано и как актёрски она существует в этом дуэте. В то время, как шёл сюжет, вы вспомнили о том, что начинала-то она свою карьеру ещё при режиме Франко. Да, вот сейчас об этом мало кто говорит, и об этом никто не думает. Но ведь это очень интересно, ведь режим Франко был до 1975 года. И вся её карьера сложилась основным образом в этот период. И она была, наверное, первым человеком, кто вывел этот режим, ушёл от этого режима. Она выехала в Нью-Йорк. Её триумфальный дебют был, когда она заменила Мерлин Хорн. И она показала совершенно новую Испанию, уже совершенно новую страну на культурной карте мира. Она сделала грандиозный вот этот ещё политический аспект для Испании, для мировой культуры. Вообще она, конечно, выдающийся человек, выдающаяся личность. Мне судьба подарила с ней возможность в первой встрече ещё в Советском Союзе, когда я учился в ГИТИСе, и мы группой студентов приехали, прилетели в Цюрих в аэропорт, потому что мы прилетели для гастролей и спектакля. И в Цюрихе, в Дьюти-фри-шопе мы увидели кабалье. Ту самую кабале, которую мы видели только на пластинках. Она шла по земле. Она шла по земле. И наш артист Серёжа Яковлев бросился к ней и прямо на колени перед ней. И мы все подбежали, начали ей объяснять на ломаном языке, что мы из Советского Союза, что мы студенты, что мы занимаемся оперой. И целоваться начали, обниматься. Она нам подарила автограф. У меня до сих пор этот автограф висит у меня в кабинете. И после этого, когда она приезжала в Москву, то всегда нас приглашала, и мы с ней встречались. Я, насколько понимаю, не просто встречались. Сначала просто встречались. А потом вот судьба дальше подарила возможность мне даже с ней работать. Я с ней сделал несколько огромных театрализованных галоконцертов в Крымёвском дворце съездов, в гостином дворе. Это особая совершенно история. На всю жизнь, конечно, осталась мне в памяти. И я благодарен судьбе, что так произошло, что я мог действительно вот так рядом постоять и быть рядом с этой выдающейся певицей. На сцене с артистами, с музыкантами это был диктатор или всё-таки соратник? Она очень любила молодёжь. Она всегда и в Москву привозила молодых певцов, которые с ней выступали. Она была невероятно человеком с большим чувством юмора. Она всегда юморила, она хулиганила. Но при этом я видел в ней очень жёсткого человека. Очень жёсткая. Она была очень строга со своей дочкой, с Манситой, которая стала певицей, очень хорошей певицей. И если бы не такая великая мама, то, может быть, она могла бы... Все бы говорили, что она великолепная сопрано. Но рядом с такой мамой это очень сложно существовать. И, конечно, вот её характер, он проявлен в большей степени, если посмотреть на её репертуар. Такое количество оперных партий, которые она спела, вряд ли кто из певиц мог бы продемонстрировать. Это тоже характер. Одни из последних записей, когда она ещё была в полной форме, она сделала Самсону Далилу, мецасопроновую партию. Она спела на записи Кармен. То есть она могла всё. И её голос, он был совершенен. Спасибо вам большое. И светлая память замечательной исполнительницы. Спасибо. О великой Монсеррат Кабалье мы говорили с художественным руководителем Московского театра «Геликон опера» Дмитрием Бертманом.